Лето пора изобилия разнообразных фруктов и ягод. Август щедр на дыне и арбузы. Чаще всего ульяновцы за сладким лакомством приходят на рынок. Сюда отправились и мы, чтобы собрать впечатление горожан о дарах самого жаркого времени года. Бывает заходим, живем рядом, очень нравится, что хороший продавец всегда помогает нам все выбрать классно. Заходим. А как вообще выбираете арбуз? Помогают как-то или сами знаете какие-то секреты? Мы даже не пытаемся узнать, полностью полагаемся на профессионализм продавца. Тот самый продавец Эмиля Лизаде. Мужчина и правда знает тонкости своего товара. Быстрее всего с прилавка разлетается черешня и виноград, а еще нектарины. Между дыней и арбузом покупатели чаще всего выбирают арбуз. Говорят, слаще и вкуснее. Если рука все же тянется к дыне, берут торпеду. Правда, не всегда знают, как выбрать ту самую медовую и ароматную. Как выбрать дыню? На что нужно опираться? На какие критерии? Опирать критерии, главное, чтобы помягче было. Свет желтый был. И хвостик сухой. Вот самый предыдущий признак дыни. Колхозница, да. Тоже поспилили. Вот видите, все менький, чтобы был. Вот как бы этот ребри такой, более вкусный такой. Шуршава горит по-другому. Купили дыню бегом домой, подавать ее к столу. Прежде всего, лакомство нужно хорошенько помыть. Это самостоятельный фрукт, а потому, к примеру, на летнем ужине он должен стоять в гордом одиночестве. Врачи не рекомендуют сочетать дыню с хлебом, алкоголем или газировкой. Иначе риск получить прямой билет в центральную городскую клиническую больницу. Сюда, к слову, чаще всего заглядывают любители арбузов. Стоит бояться пищевых отравлений на фрукты и на овощи, конечно же, если они плохо помыты. Поэтому фрукты и овощи обязательно надо хорошо мыть, так как на них размножается много бактерий. Также фрукты стоит кушать, в них очень много полезных микроэлементов, витаминов. Но, конечно, в небольшом количестве, так как они содержат большое количество фруктозы и стихорозы, что в больших количествах может неприятные последствия для нашего организма привести. Идеально для организма не меньше 400 граммов фруктов и ягод в сутки. Стереотип, мол, можно похудеть на одной черешне и клубники в жизни не работает. Другое дело, когда хочется побаловать себя чем-то вкусным. Тем, что доступно только летом. К уже перечисленному списку любимых сезонных лакомств ульяновцы добавили виноград, смородину и крыжовник. Александра Никитина и Александр Кудряшов. Управда. ТВ.